Пока здесь у нас все сохнет, можно разобраться с нимбом. Надо прежде всего найти центр головы и приблизительно понять, как он у нас будет идти, в какую он у нас будет сторону, как он у нас появится здесь. Найти его центр и провести. Я обычно провожу, здесь у нас достаточно интересный нимб, можно про него поговорить. Здесь у нас нимб один сделан поменьше, а другой вот такой вот побольше нимб написан. То есть здесь как бы две полосочки идет. Вот мы сейчас, наверное, сделаем первую полоску, первый нимб, а второй нимб мы будем проводить уже Ресфедором. Посмотрим, как у нас это получится. Здесь тоже один нимб, тут тоже второй немножко. У нас, конечно, образы будут отличаться именно потому, что мы здесь немножко по другому пути пошли на этой иконе. Здесь главное пройти было все это, но мы еще лично опишем с ребятами, посмотрим, как у нас получится в итоге. Ну что, берем Ресфедор. Ресфедор это такой циркуль, где кончик лапка имеет, куда заливается красочка и проводится. Я обычно использую какую-то бумажку, чтобы точно мне попасть в нужное количество краски. Ну, для начала я возьму вот белую краску, обычную нашу темперу, положу в носик вот в этот. Подкручу, посмотрю, чтобы у меня была более-менее тонкая ледня. И вот, в принципе, он достаточно хорошо рисует. На бумаге это сделать легко, а вот на иконе будет сделать тяжело. А для того, чтобы нам найти, где у нас центр нимба, нам нужно сначала замерить самую широкую сторону головы. В данном случае это у нас будет у меня 10,4, соответственно, это 5,2. 5,2. Ну, вот где-то здесь, да, в пробеле мы повыше чуть-чуть сделаем. 5,2. И от самой высокой точки головы мы теперь знаем, где нам откладывать эти 5,2. 5,2. Вот где у нас попадает центр нашего неба. Здесь мы чуть-чуть добавим. Так, 5,2. Значит, вот у нас есть точечка. Вот она здесь. Вот она. Вот. Точка, где у нас как бы центр головы. Вот с этого центра мы уже будем проводить нимбик. Опять я беру свою бумажку. Опять закладываю в носик цвет. Смотрю, чтобы лишнего у меня ничего не было. И провожу. Ну, где-то сколько у меня? Наверное, сантиметра 2 мне придется провести. Можно так и отложить 2 сантиметра где-то, чтобы у меня еще поместился. Да, вот где-то вот такой у меня будет нимбик. Чтобы у меня еще поместился второй ободочек с нимбом. Ну, вот сначала можно приноровиться, попробовать покрутить, посмотреть, как у нас будет все это дело смотреться. Ну, вот мне кажется, здесь будет меньше, а здесь будет больше. Хотя должно быть более-менее одинаково. Значит, мы вот так тогда посмотрим. Вот так. Вот так. Ну, тоже я как бы к нимбам аккуратно подхожу, потому что нимб, он может либо все очень хорошо поправить, то есть, он может прям дать такую красоту на иконе 2, ну, и здесь 2. Ну, значит, да, значит, вот наша точка чуть-чуть будет относительно такого поворота. Чуть-чуть в сторону седина. И вот мы ее проводим. Если носик не пишет, я аккуратно провожу его пальчиком. Смотрю, если красочка закончилась. Здесь у нас как раз будет белый цвет, а дальше у нас такой пойдет более красный, но мы все равно будем делать сначала белым. Потому что, на мой взгляд, было сделано так. Так, все сначала было сделано белым, а потом ниссировалось вверху, штриховалось. Или делать более красноватым оттенком. Так, ну вот. И дальше прописываем. Оп. Все. Ну вот. Немножко испачкали. Все, что мы тут запачкаем, соответственно, мы сразу убираем. Где там у нас что не так. Так. Угу. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok И вот этот тоже комочек раз, удалили. Ну вот такой пока получается нимб. Значит, понятно, что он у меня с одной стороны более такой толстый получился, с другой практически пропал. Значит, мы сейчас его будем немножко редактировать. Давайте прям сидеть и слегка подмоем его краешек, чтобы он был более тонкий. Здесь у нас будет тренировка идти. Красным уже цветом, но у нас все равно надо добиться более ровного такого оттенка. И с этой стороны тоже. Так, там пускай пока подсыхает. Теперь давайте разберемся с младенцем. У младенца нимбик чуть-чуть поменьше. В принципе, его можно наметить сначала карандашиком. Как он идет, он достаточно просто идет. Небольшой такой. Где-то к руке, к пальчику он садится. И в принципе, если вы уверены в себе, вы можете ввести его от руки. Вообще, конечно, спорный вопрос, как лучше. Некоторые иконописцы считают, что более живой нимб получается, когда его делают от руки. Некоторые считают, что более красиво, когда рисфедером. Я всегда перевожу рисфедером большие нимбы, потому что несложно окружность соблести. А маленькие, ну, чаще от руки. Так, вот такой яркий белый нимб. Теперь мы будем подрабатывать, посмотрим, как бы нам этот нимб немножечко сделать более... Вписать как бы в цвет фона. То есть у нас, получается, с этой стороны у нас будет более светлый нимб. Прямо светло-светлый. Но он более спокойный все равно с этой стороны. А с этой стороны у нас пойдет более красный. Ну, я буду, наверное, делать цвет зеленый, мешать. То есть я возьму беленое. Чуть зелененького. Охры. И начну выштриховывать цвет вот с такого длинноватого оттенка. Возьму для этого кисточку твердого формата. Это будет у меня двоечка. То есть это уже не пойдет вот такая куница, да, нулевка. Я возьму той же фирмы двойку. Они тоже очень удобные. И начну штриховать с окружности с правой стороны свой нимб. Вот такая куница двоечка. Тоже подольские кисти. И давайте попробуем, посмотрим. Сначала аккуратненько в краешке попробуем. И посмотрим, насколько это будет хорошо смотреться. Ну, в принципе, можно такое, наверное, сделать. Вместе со светлой линией я тоже ее, как бы, закрываю. И как могу еще сделать? Могу сейчас делать такую тонкую заливку по всему, наверное, нимбу я сделаю. Как мы делали с вами опись. Опись притинку на бакородице. Точно так же мы сейчас первую заливку такую сделаем. По нимбу. И по нимбу младенца тоже. Так. Здесь тоже. Так. И внутри пройтись можно эмульсии с кисти, чтобы размыть краешек. Чтобы был более нежный такой переход. Вроде бы как-то у нас вроде как выходит. Алисия. Поaley하� börsz. Алисия. Так. Алисия. Продолжение следует... Вот такой гибик получается. Сейчас немножечко он подсохнет, и мы будем выштриховывать уже более плотным цветом, а здесь мы уже больше делать ничего не будем. То есть эту сторону, эту сторону, мы уже должны довести до какого-то завершения логического, то есть оно должно быть у нас уже более-менее плотно. И у младенца Христа тоже можно чуть-чуть плотнее уже давать. Тут только будет такой глиноватый. Вот так вот. Теперь с правой стороны можно чуть-чуть уплотнять, то есть более такой вот еще светлый цвет делать, и уже выштриховывать мазочками. Более основательно краешку вести. А рядышком вот эти вот можно чуть-чуть размывать побольше. Вот так вот. все дальше не нужно и эмульсии опять на светлом цвете немножко в этот кантик разведем здесь можно еще усиливать еще чуть-чуть и оставить все это на просушку сторона с мальянцем будет уплотняться можно пройти еще плотнее вот к этому краешку и здесь тоже чуть-чуть полегче так теперь с другой стороны у нас более красноватый цвет мы можем его вести одной лессировкой сначала посмотрим как это смотрится неплохо чистым красным цветом прозрачненько лессируем наш зеленый цвет который мы с вами создали и у нас получается такой уже как бы с подкладкой он и сидит этот красный не сильно он как бы выходит и с цвету общего так вот такой красноватый еще бы я поправила бы еще чуть-чуть сильнее сделала краешек другой стороны вот этот ну уже наверное нужно будет все равно сейчас нам ждать потому что еще очень уж он кроват когда он подсохнет мы его пройдемся посильнее да пока перерыв так ну что еще чуть-чуть штрихуем краешку можно даже побольше чуть-чуть побольше бенил добавить и на этом наверное последнее будет манипуляции с нимбом с белой его частью с белой его частью так а здесь чуть-чуть тоже посветлее то есть мы с каждым разом полосочки еще меньше еще меньше и меньше создаем так а с этой стороны получается мы делаем более красный цвет еще чуть-чуть мы его посильнее сделаем посильнее и можно чуть-чуть потемнее сделать вот сюда тоже краешек вот сюда чуть-чуть мы пойдем так и вот сейчас можно уже пока сохнет и стальной нимб наметить расстояние где у нас будет следующий следующая полосочка это у нас с двух сторон так и светлая полосочка с одной стороны мы ее наверное сделаем вокруг полностью а потом слегка и сернем и красным с другой стороны и толстая и вот лучше такие вещи сразу убирать и вот еще с чем хорошо мы фон раскрывать достаточно давно и видите ему ничего не грозит если бы он был раскрыт Конечно, у нас была бы дыра уже. Вот так же. И можно чуть-чуть ее будет ресернуть потемнее цветом. С этой стороны у нас вполне вот красный цвет. С этой стороны зеленый, еще вот у младенца тоже будет более светлый цвет. Спасибо. 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 Здесь, мне кажется, очень уж красно вышло. Где-то можно его чуть-чуть поблагороднее этот красный не мешать, более теплый. Ну, пока вот у нас такой результат. Я думаю, что все корректируется. Можно все немножечко будет облагородить, создать более гармоничную линию. Ну, например, вот даже если сейчас чуть-чуть с таким коричневатым пройтись, уже линия не такая алая, и она, конечно, лучше смотрится к зеленому фону, чем такой вот ярко-красный цвет. Он немножко надуманный, как будто бы смотрится, как будто помазали чем-то. И мне кажется, что образ будет уже более-менее закончен, когда мы с ребятами уже на занятиях доведем до какой-то степени личное письмо. Потому что пока у нас все немножко сырое, и непонятно, как вообще будет это все смотреться вместе. Из таких вещей, которые можно сделать самостоятельно, это, например, обушь. Потому что ее достаточно легко делать, и здесь особенно какого-то видеоурока, наверное, и не нужно. Вот, и у нас будет с вами разбор асиста. Асист будет, скорее всего, сделан уже по подготовке, только положен будет. И на этом, наверное, с этим видеокурсом, видео такими маленькими лекциями будет закончено. Ну, вот такой нимб у нас получился, вот такой образ Божьей Матери. На пробил мы тоже с вами сегодня не успеем уже. И до следующих наших видеоуроков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok